Приветствую, братья и сестры! Действительно удивительные слова. Господь простер руку свою и вытащил нас из болота греха, вырвал нас оттуда для того, чтобы сделать для себя пригодными для Царствия Божия. Когда я размышлял о том, чем говорить, знаете, я увидел, насколько чуден Господь, насколько удивителен Он. У Него есть качество забывать, не помнить. Господь просто забывает и не помнит тогда, когда человек сознает себя грешником, когда он приходит с раскаянием, когда он снимает эту с себя ношу, и все грехи, которые были, прощены ему. И когда человек живет новой жизнью, живет не для себя, но для Бога, Бог забывает. Забывает все то, что мы делали в прошлом, и не вспоминает. Это удивительное качество Господа нашего. И как хотелось бы, чтобы мы могли помнить о том, что Господь наш такой. Для того, чтобы Он не напоминал нам, нужно жить праведной жизнью. Знаете, мы изменяем свою жизнь и живем уже совершенно по-другому тогда, когда мы понимаем ценность нашего изъятия из этого греха и болота, где мы были, каждый из нас. Но, знаете, есть то, что Бог помнит и не забывает никогда. Есть то, что Бог всегда помнит, и это наши обеты, это наши обещания, это то, что мы даем Богу, когда мы говорим, когда приходим пред престол Его. Бог никогда это не забывает. Бог помнит обеты, которые мы даем Ему, и потому желает, чтобы мы могли серьезно к ним относиться, к тем обетам, к тем обещаниям, которые мы даем. Знаете, лучше не делать обещания, лучше не давать обет, чем дав его, и не исполнять. Давайте прочитаем книгу Бытие, 31 глава, 13 стих. Бытие, 31, 13. «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обет». Для тех, кто, может быть, не знаком с этим местом священного Писания, речь идет об Иакове. Иаков, который не так давно обманул своего брата Исаава, получил благословение, была угроза у него, то, что Исаав хочет убить его. И получив благословение и поручение отца своего, Исаака, он бежит в Месопотамию к своему дяде, к Лавану, к брату матери своей. И на пути, когда он ночевал в одном месте, Господь явился ему. И когда он пробудился, он был в страхе и говорит, что непременно здесь находится Господь. И мы читаем в 28 главу, с 18 стиха такие слова. «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе в изголовье, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль. Прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обед, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что Ты, Божий, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Но теперь у Иакова другая обстановка, другие обсательства сложились. Лаван уже по-другому на него смотрел, потому что он говорит, «Ты обокрал меня». То есть Иаков получил благословение, которое дал ему Господь, о котором он просил. И теперь он возвращается в дом отца своего. И на пути опять Господь является ему и показывает ему, что это не Твои только прутья, и не Твоя смекалка была в том, что Ты имел благословение, в том, что Ты имеешь теперь крупный и мелкий скот, что Ты имеешь рабов и рабынь, Ты имеешь две жены, Ты имеешь детей. То есть Ты имеешь всё. Ты богатым человеком стал, и Ты возвращаешься. Это то, о чём Ты просил. Я благословил Тебя. Мы видим, что Господь напоминает Иакову и говорит, «Ты дал мне обед». Прошли годы с того момента, когда он возлил елей на камень, там в Ефиле, но прошли годы, а Господь напоминает, «Ты дал мне обед». Я бы хотел коротко перед нашей молитвой посмотреть на некоторые моменты, что налагает на нас обед, который мы даём. Первое – это ответственность. Это ответственность, потому что давший обед чувствует себя всегда связанным. Правда? Мы как бы связываем себя, связываем по рукам, потому что то, что мы можем делать или хотим делать в своей жизни, мы должны сопоставлять с тем обедом, который мы дали. То есть у нас есть ответственность перед Богом или перед тем обещанием, которое мы даём. Можно привести такой пример – это обед супружества. Каждый из молодых, которые стоят перед тем, когда их сочитывают, они дают обещание, что тогда, когда они молодые, они будут любить, и они любят друг друга, что будут проходить, пройдёт время, они также будут любить. Но тогда, когда придёт и старость, тогда, когда уже будет и немощь, тогда, когда уже они будут красивыми такими, и уже, может быть, и будет много недостатков проявлено в связи с старостью, но ты давал обет, обет супружества, да? И это связывает человека, если человек правильно к этому относится. Второе, что налагает обет или обещание на человека, который дает, это обязанность. Обязанность. То есть, как мы говорим, если ты пообещал, ну, исполни, ты обязан сделать это, раз ты обещал, да? А жить, жить верою, то, что сегодня и делали, и провозгласили наши крещаемые, служить только Господу, ожидать Его прихода за церковью. Посмотрите на Анну, мать Самуила, которая не имела детей, но когда она пришла в селом туда и молилась там пред Господом, и когда она открывала свое сердце и открыла его, и сказала, Господи, если ты дашь мне дитя мужского пола, то я отдам его на все дни жизни тебе, на служение. Что и сделала Анна. Она сдала обет Господу, который обязал ее. Желание было у нее, может быть, такое, тогда, когда она не имела детей. Но я думаю, каждая мать, может быть, со скорбью отдавала. Но мы видим Анну, которая пообещала, вот этот обет дала пред Господом. Она обязала ее, и она отдала сына своего на служение Господу, и он был великим священником и пророком Самуил. Посмотрите, еще одно, что дает нам обет, обещание перед Господом. Это основание иметь дерзновение. Так как имел его это дерзновение обращаться к Господу Авраам, потому что Господь сказал ему, ходи предо мной и будь непорочен. Я думаю, что Авраам был таким. Ходил пред Господом и ожидал то, что Господь обещал ему. Но тогда, когда пришла беда, когда пришли ангелы для того, чтобы поразить и истребить Содом и Гоморру, Авраам ходатайствует за своего племянника. Он обращается и раз, и другой, и третий. То есть тогда, когда ты свободен от всего, когда ты даешь обещание, и ты исполняешь его, тогда у тебя есть дерзновение обращаться к молитве Господу за своих родных, за близких своих, за тех, которые тебе дороги, те, которые еще далеко стоят или, может быть, во грехах стоят, живут своих. Поэтому есть дерзновение и дает право иметь это дерзновение, то-то обещание, когда мы его исполняем. И еще есть одно интересное, что Бог соблюдает свои обеты. Бог соблюдает то, что Он обещал. Бог обещал через Авраама, что придет Избавитель, придет Мессия. Когда мы читаем Евангелие Луки, первую главу, 55 стих, встреча Марии с Елисаветой, и когда взглянул младенец, и какие слова удивительные говорит Елисавета, восклицая этот восторг о том, что Бог Авраама, Он соблюдает свое слово. И вот 55 стих первой главы Евангелия от Луки, как говорил Отцам нашим к Аврааму и семени его до века, до сего дня. То есть то, что Господь обещает, проходит тысячелетия, проходит года, но Господь верен обещанию Своему и исполняет его. Сегодня у нас есть этот прекрасный день, когда мы вспоминаем голговские страдания. Сегодня второй праздник – это обед крещаемых, которые дали обещание Богу служить доброй совести, сознанием своим, освященным от Духа Святого, что будем служить Господу доброй совести. И наше обещание заключается в одном – жить новой жизнью. Для каждого христианина – жить новой жизнью. Не той, которая была прошлой, то, что Господь простил, а жить новой жизнью. И я бы хотел сегодня сказать, да благословит Господь наших крещаемых, что данное обещание, которое вы дали, сохранить его, и дадаст он вам силы исполнить его, то, что вы дали. Пусть Господь благословит нас, помолится сейчас ему. Аминь. Аминь.